Так, ну что, поехали. Мы продолжаем изучать структурную устойчивость и бифуркация. Давайте я, на самом деле, скажу несколько слов такого общего характера на тему, зачем все это нужно и почему мне кажется важным говорить про структурную устойчивость в курсе дифференциальных уравнений. Не всегда так делают. И не только потому, что я когда-то занимался бифуркациями, но мне кажется, что здесь есть некоторая такая общенаучная, важная общенаучная идея. Вот представьте себе, что у вас есть какая-то модель, с помощью которой вы пытаетесь моделировать какую-то реальность. Мы прекрасно понимаем, что любая модель — это какое-то упрощение, что реальность на самом деле устроена не так. И дальше возникает вопрос. Ну, хорошо. Допустим, мы понимаем, что реальность устроена не так. Наша модель дает нам какие-то результаты. В какой мере мы вообще можем говорить, что эти результаты хоть как-то переложимы на результаты, связанные с реальностью? Какие вообще мы утверждения про реальность можем делать для нашей модели? Об этом всегда приходится думать, когда мы занимаемся какими-то естественными науками. Ну, собственно говоря, если бы об этом не нужно было бы думать, то не было бы никаких других наук, кроме математики, потому что математическое моделирование вроде как математики этим умеют заниматься, больше ничего ей не нужно. Вот на самом деле нет, нужно. И когда мы говорим про структурную устойчивость, это такой тоже, в некотором смысле, модельный пример исследования того, как, значит, насколько вообще можно обобщать результаты, которые мы получаем из модели, на какие-то более общие ситуации. Ну, собственно говоря, давайте я в качестве примера, вот, допустим, у нас есть какая-нибудь система лодки Вольтера, с которой мы начинали когда-то давно. Не то, что мы совсем начинали с нее курс, но... Значит, система хищник-жертва. У нее, если вы помните, когда мы рисовали фазовый портрет, значит, у нас по одной оси там были хищники. Допустим, вот это хищники, это жертвы. И у нас получалась такая штука, что у нас есть какое-то положение равновесия, и есть замкнутая траектория, которая как-то вот так выглядит. Они здесь почти кругленькие, а дальше становятся таким немножко треугольненьким. Это вот такая вот была картинка. Так, сейчас нужно в правильную сторону стрелочки поставить, чтобы было реалистично. Значит, когда у нас хищников мало, жертвы начинают расти. Вот так стрелочки стоят. Вот такая была картинка. Из этой картинки можно делать какие-то далеко идущие выводы. Например, можно сделать вывод, что поскольку все траектории замкнуты, то это означает, что в целом динамика с течением времени будет, ну, вот какая-то периодическая, какие-то периодические колебания. Значит, выводы из модели. Значит, динамика будет периодической. Всегда. Вот. Но на самом деле мы понимаем, что вот такая модель, она не будет наблюдаться в реальности, даже если мы создадим очень хорошее, очень похожее на нашу модель условие. Даже в самом лучшем случае, то, что будет наблюдаться в реальности, будет описываться не тем дифференциальным уравнением, которое мы здесь написали, а просто будет как-то близко к этому дифференциальному уравнению. Иными словами, можно сказать, что наша реальность — это какое-то приближение к вот этому уравнению. Или можно сказать, что она получена некоторым возмущением из этого уравнения. И дальше возникает вопрос. Какие из выводов вот такого типа, которые мы делаем про модель, можно отнести, ну, по крайней мере, если не совсем к сложной реальности, то, по крайней мере, ну, вот к чему-то, что не совсем в точности соответствует нашей модели. Потому что если наши выводы не выдерживают даже вот маленьких таких возмущений, это, скорее всего, означает, что они неприменимы к нашей реальности. Потому что реальность уж точно является некоторым возмущением нашей системы. Поэтому важно понимать, является ли та модель, которую мы построили, является ли она структурно устойчивой. Если она не является структурно устойчивой, если ее маленькие возмущения могут приводить к тому, что ваши выводы как-то существенным образом поменяются, то, в общем, нет большого смысла эти выводы как-то, значит, говорить, что эти выводы имеют какое-то отношение к реальности. Ну, скорее всего, не имеют. По крайней мере, те, которые не сохраняются. Вот. Собственно говоря, вот в этой ситуации с моделью лодки Вольтера можно было бы представить себе два, значит, разные малые возмущения, которые могли бы быть устроены по-разному. Могло бы быть такое малое возмущение, при котором вот у нас это положение равновесия, оно, конечно, никуда не денется, но все траектории могут оказаться вот такими. Это означает, что у нас происходит устойчивое стремление к положению равновесия, положение равновесия синтетически устойчиво, и, в общем, это одно развитие событий, которое является малым возмущением вот такого. Но есть и другое развитие событий. Могло бы, может так статься, что у нас на самом деле все устроено вот так. То есть вместо того, чтобы стремиться к положению равновесия, наоборот, положение равновесия является неустойчивым, и система идет в разнос. Ну, или не в разнос, но, по крайней мере, удаляется положение равновесия, куда-то может приближаться к какому-то другому положению равновесия, которого мы не видим в исходной системе, или еще что-то происходит. Или там выходит на тот режим, когда наша модель становится явно неприменимой. В общем, короче говоря, короче говоря, возможны разные варианты, и полезно пытаться понять, какой же вариант реализуется, но самое главное, полезно понимать, что эти разные варианты возможны. Вот, поэтому мы изучаем структурную устойчивость. Структурная устойчивость — это некоторая попытка понятия структурной устойчивости, некоторая попытка математической формализации утверждения о том, что качественно поведение системы не меняется при малых возмущениях. Ну, это означает, что модель обладает хорошим способом. Вот. Так, ну что, давайте. Значит, в прошлый раз мы обсуждали систему с одной степенью свободы, точнее даже с одной фазовой переменной, с одномерным фазовым пространством. А сейчас мы будем обсуждать более сложную ситуацию, а именно систему с двумерным фазовым пространством. Значит, бифуркация в размерности 2. Давайте я скажу, что бифуркация в размерности 1. В принципе, бифуркации бывают разные. Они могут быть в каком-то смысле сколько угодно сложными. Но такие типичные бифуркации в размерности 1 — это вот то, что мы видели в прошлый раз. Это бифуркация седла-узла. Значит, типичная. В размерности 1 есть типичная, единственная типичная бифуркация. А именно это вот такая бифуркация, которую мы в прошлый раз изучали. То есть, когда у нас есть, например, две особые точки, устойчивая и неустойчивая, при изменении какого-то параметра, при изменении нашей системы плавно, эти две особые точки приближаются друг к другу, склеиваются в одну полуустойчивую особую точку, а потом эта особая точка исчезает. А вот в некотором смысле в размерности 1 ничего другого не происходит. Ну, то есть, может происходить, бывают другие бифурки бифуркации в размерности 1, но это уже такой нетипичный случай. Нам нужно требовать некоторых, как говорят, дополнительных вырождений. Я не конкретизирую сейчас, что это значит, ну, вот в типичном случае будет происходить что-то в таком стиле. Ну, в принципе, можно понять, почему так, потому что можно представить себе, что вот у нас есть наше фазовое пространство, можно построить график правой части нашего уравнения. То есть, у нас есть какое-то уравнение, x точка равняется v от x. Ну, понятно, что этот график, ну, вот он устроен как какая-то гладкая кривая, допустим. Ну, вот что может происходить, если мы эту гладкую кривую будем как-то деформировать? Ну, вот может происходить то, что у нас могут возникать дополнительные особые точки вот таким образом. Значит, не было особой точки, и появилась полустойчивая особая точка, потом появились две особые точки, устойчивые и неустойчивые. Ну, допустим, как-нибудь она тут деформировалась. А может она деформироваться наоборот. Такой же точно процесс может происходить в обратную сторону. Значит, вот у нас здесь были две особые точки. Они модифицировались, приближаясь друг к другу, превратились в полустойчивую особую точку, а потом вообще исчезли. Ну, вот более-менее понятно, что ничего другого, так, если не ожидать, что нам слишком сильно не повезло, происходить не будет. Вопрос. А что может происходить в размерности 2? Ну, во-первых, может происходить то же самое. То же самое, что и в размерности 1. Но оказывается, что может происходить и другой сюжет, который называется бифуркация нейронного хопфа. Значит, что такое бифуркация нейронного хопфа? Давайте я начну для начала линейную систему. Давайте рассмотрим такую линейную систему. Значит, х с точкой, у с точкой равняется. Значит, у меня будут два параметра. Один параметр называется c, а другой параметр называется epsilon. Пока что я буду рассматривать только параметр epsilon. Ну, и давайте он будет таким. Epsilon, epsilon. Здесь будет единица, здесь будет минус единица. Итак. Значит, это пока некоторая подготовительная работа. Давайте посмотрим, как фазовый портрет вот этой линейной системы зависит от epsilon. Значит, какие есть варианты? Ну, вы про это уже все знаете, про линейные системы, так что скажите мне. Значит, что за система такая и что будет происходить в зависимости от epsilon? На самом деле, такое ощущение, что все, что угодно может происходить, потому что там, ну, если считать определитель, то там вообще любая картинка может получаться в зависимости от epsilon. Такое ощущение. Типа, если epsilon больше нуля... Epsilon вещественная. Да. Значит, какие собственные значения? Ну, это же комплексное число. Ну, то есть, мы делали... Ну, типа, если epsilon больше одного, допустим, то спираль будет раскручиваться по часовой стрелке. Угу. Значит, смотрите, у нас собственные значения epsilon плюс-минус i. Проверьте, что это так. И поэтому, в общем, вариантов ровно три. Бывает либо epsilon больше нуля, либо epsilon равняется нулю, либо epsilon меньше нуля. И... Значит, если... Давайте начнем, что случай epsilon равняется нулю. Что тогда? На самом деле, кажется, что больше вариантов. Типа, еще нужно соединиться и минус единицы сравнивать. Угу. Да нет, не нужно. Почему? Чтобы стрелки расставили. Стрелки. Ну, потому что мы можем раскручиваться, закручиваться и по часовой против часовой. Мы всегда здесь будем крутиться в одну и ту же сторону. Дело в том, что за кручение отвечают вот эти вот штуки. И они здесь всегда одинаковые. А, окей, да. Значит, давайте посмотрим, куда мы здесь будем крутиться. Ну, допустим, давайте просто рассмотрим случай, epsilon равняется нулю. Значит, при epsilon равняется нулю, что будет происходить? Илья, мне, по-моему, все-таки зависит. Сейчас давайте epsilon больше единицы рассмотрим. Epsilon больше единицы. Так. Когда t стремится к плюс бесконечности, мы по углу крутимся по часовой стрелке, улетая в бесконечность. Сейчас, смотрите. Такой вопрос. Значит, если вы считаете, что мы в какой-то момент меняем направление вращения по часовой стрелке и против часовой стрелки, то что происходит в тот момент, когда мы его меняем? У вас что происходит с угловой скоростью? Ну, наверное, да. Мы всегда по часовой двигаемся. Ну, скорее всего, да. Ну, то есть я в этом уверен. Если вы, честно, перейдете, например, в полярные координаты или напишите соответствующее уравнение с возведением. Ну, как бы у нас есть комплексное число. Ну, окей. Для комплексных чисел непонятно, в какую сторону мы крутимся, потому что если мы сделаем сопряжение, то ничего не поменяется. Ну, окей. Можно перейти в полярные координаты. Мы сейчас через секунду это сделаем. И, ну, правда, я хотел замести под ковер переход именно по углу. Но если хотите, можем по углу перейти. Короче говоря, будем крутиться в одну и ту же сторону. Я в это свято верю. Давайте вам в какую. Проще всего понять, в какую. Для случаев псалл равняется нулю. Значит, здесь у нас вектор торчит. Вот, например, я беру такой вектор. И торчит он. Ноль минус один. Что-то я по часовой стрелке решил, да? Давайте сделаем проще. Сейчас, а у нас же эпсилон влияет. Мы будем либо в ноль стремиться, либо в бесконечности. Думаю, Семен, ты имел в виду. Это правда. Это правда. Это правда. Но сравнение с единицей тут ни при чем. От того, мы стремимся к нулю или к бесконечности, это зависит от знака эпсилона. А сравнивать эпсилон с единицей, кажется, совсем ни с чем не нужно. Да. Так, я тут втихаря поменял знаки, и теперь у меня вращение против часовой стрелки, просто потому что мне почему-то так привычно. Так, давайте смотреть. Значит, у нас в... При эпсилон равном нулю все фазовые кривые просто окружности. Вот такие. При эпсилон... Положительном. Фазовые кривые будут вот такими спиральками. И при эпсилон отрицательном фазовые кривые будут вот такими спиральками. Я думаю так. Похоже на правду. Да. Можно сказать, что при этом происходит бифуркация, потому что... Ну, давайте посмотрим. Вот такой фазовый портрет орбитально-топологический эквивалентин вот такому или нет. Значит, тут все траектории замкнутые, а тут, наоборот, все траектории представляют собой спирали. Понятно, что мы не можем гомеоморфизмом отображать вот такие замкнутые траектории в такие спирали. Мы обязаны отображать замкнутые траектории в замкнутые траектории. Никуда не денемся. Поэтому можно сказать, что здесь происходит что-то типа бифуркации, но обычно в этом контексте так не говорят. Дело в том, что когда рассматривают бифуркации, обычно рассматривают... Ну, по-всякому, конечно, бывает. Но я сейчас хочу рассматривать нелинейные системы. Линейные системы в некотором смысле не существуют в природе, несмотря на то, что мы так их любим и любим их исследовать, потому что их легко анализировать. Но требование линейности, оно очень жесткое. И понятно, что если мы добавляем хоть какое-то маленькое слагаемое, нелинейное, оно полностью нарушается. И идея состоит в том, чтобы посмотреть на вот эту картинку, посмотреть, что будет происходить, если я добавлю сюда какие-то нелинейные слагаемые. Ну вот, что происходит на этой картинке, понятно. Здесь замкнутые траектории, тут такие спирали, здесь такие спирали. А что будет происходить, когда мы добавим нелинейное слагаемое? Сейчас я добавлю очень специфическое нелинейное слагаемое, благодаря его специфичности мы сможем просто посчитать абсолютно все в этой системе, найти явное решение и увидеть тот эффект, ради которого я все это делаю. Оказывается, что точно такой же эффект наблюдается и в типичном случае, если не подбирать параметры слишком хорошо. Ну вот давайте я напишу ту систему, которую я хочу написать. Это была моя линейная система, а теперь я пишу ее нелинейное возмущение. Значит, и оно выглядит так. Я добавляю к этой линейной системе, добавляю... Еще одно слагаемое, минус С. И здесь будет... Значит, надо не ошибиться. Х квадрат плюс у квадрат. А тут будет вектор x, y. Давайте напишем плюс С. Надеюсь, я нигде не ошибся. И давайте попробуем посмотреть, что будет происходить с динамикой вот для такого нового уравнения. Значит, уравнение уже не линейное. И, в общем, какие могут быть идеи? Как понять, как эта штука устроена? Ну вот смотрите. Значит, в линейном системе у нас было вот такое вот вращательное движение по окружности. И это подсказывает, что, чтобы анализировать вот такую систему, что нужно сделать? Извините, а С здесь константа? С какая-то константа, да. Давайте считать, что у нас... Ну, просто С какая-то константа. Она сейчас будет ли положительной, либо отрицательной, и это будет влиять на картинку. Мне кажется, я просто пишу, что это какая-то константа. Я забыл, как матрица умножать, или что-то похоже, что только будет С. Ну, то есть строка на столбец, мы одно число получаем. Сейчас. Сейчас это просто число? Это вектор. А, это число, да. Число. Так, что будем делать с системой, чтобы понять, как она устроена? Полярные координаты. Да, давайте перейдем в полярные координаты. Ну, на самом деле, я сейчас перейду не совсем в полярные координаты. Мне для простоты... Я перейду в такие координаты. У меня будет координата ρ, которая есть x квадрат плюс y квадрат, и θ, которая есть угол. То есть вместо того, чтобы использовать в качестве первые координаты использовать просто радиус, я использую квадрат радиуса. Можно было бы использовать радиус, просто в какой-то момент пришлось бы поделить на какой-то корень при вычислении производной. Я не хочу этого делать. Значит, давайте найдем уравнение на ρ. Что получается? Значит, рост точка равняется 2x с точкой плюс 2y с точкой а равняется так. Тут что-то нужно долго писать. Значит, 2x на x с точкой. Что такое x с точкой? Это есть εx минус y плюс c x квадрат плюс y квадрат на x плюс 2y на y с точкой. y с точкой – это есть x плюс εy плюс c x квадрат плюс y квадрат на y. Давайте поупрощаем. Так, значит, что сразу видно? Видно, что есть вот такое слагаемое, есть вот такое слагаемое, и они сократятся. Значит, я сразу могу сказать, что вот эти слагаемые сокращаются. Дальше. Что у нас остается? Значит, у нас здесь остается ε2x квадрат. Это я вот эту штуку обработал. Дальше ε2y квадрат. Я вот эту штуку обработал. Плюс c x квадрат плюс y квадрат на 2x квадрат плюс 2y квадрат. Это я обработал вот эти две штуки. Или что то же самое, можно вынести двойку за скобку. Останется 2 ερ плюс c квадрат. Или 2 ρ ε плюс c ρ. Вот такая штука. Значит, ну, вычисление про угол я обычно заметаю под ковер, но давайте, раз уж у нас возник вопрос про то, в какую сторону там все будет крутиться, давайте найдем и для угла ту же производную. Значит, в качестве θ можно взять что-нибудь типа арктангенса y деленного на x. Придется считать производную арктангенса. Тета с точкой. Это есть. Производная арктангенса это вот такая штука, что ли? Значит, умножить на производную внутренней функции. производная внутренней функции это это что такое? Это производная числителя на знаменатель, вычислить производная знаменателя на числитель и разделить на квадрат знаменателя. Так, в знаменателе у нас появляется x квадрат плюс y квадрат, а в числителе вот эта штука y с точкой x минус x с точкой y. Ну, давайте я распишу отдельный числитель. Значит, y с точкой x минус x с точкой y равняется так. y с точкой. Это есть x плюс epsilon y умножить на x я по кусочкам сейчас буду записывать минус x с точкой это я сначала линейную часть выписываю минус x с точкой y минус y на y и плюс с квадратичной частью будем разбираться. Значит, c x квадрат плюс y квадрат у нее общая, а дальше y с точкой y с точкой на x это будет что такое? y x минус x y Вроде так. Значит, как видно, вот это второе слагаемое успешным образом грохнуло за счет того, что здесь 0 получается. От первого слагаемого чего остается. Значит, вот это остается x квадрат, тут остается y квадрат, они живы-здоровы, а вот этот epsilon x y успешно уничтожается с вот этим минус epsilon x y. Поэтому в числителе x квадрат плюс y квадрат и таким образом это и есть x квадрат плюс y квадрат разделить x квадрат плюс y квадрат равняется единице. Ну что, Семен, верите теперь, что крутимся все время в одну и ту же сторону? Я и так верю. Хорошо. Итак, значит, получается вот такая система. Ну, конечно, когда я сделал вот эту вот штуку, понятное дело, что тут надо либо аккуратненько проверить, либо понять, что есть некоторые геометрические соображения, которые говорят, что хотя вот это вот преобразование не взаимно однозначно, у нас разные точки, которые отличаются, просто которые диаметрально противоположные, переходят под действием этого арктангенса, как бы переходят в одну и ту же штуку. Ну, можно там порезать на кусочки, так, чтобы эта формула работала в разных кусочках с разными сдвигами, в общем, убедиться в том, что все склеивается. Ну, можно предложить какую-то геометрическую конструкцию, которая там будет выяснять и безо всяких этих вычислений. В общем, в любом случае эта точка действительно равняется единице тут без обмана. Значит, а на Ро у нас получалось более содержательное уравнение. Ро с точкой вот такое. На Тету у нас всегда единица. Значит, теперь для того, чтобы построить фазовый портрет, я в первую очередь хочу построить фазовый портрет вот этого уравнения, потому что вторым все понятно. Второе говорит, что мы будем крутиться постоянно. А как будет меняться радиус? Ну, давайте смотреть, значит, чего у нас тут есть. Вот. давайте возьмем какой-нибудь C. Давайте возьмем C, например, отрицательное. Значит, я сейчас строю картинку. Давайте вот так выделю. Значит, здесь будет C отрицательное, тут будет C положительное. И нетрудно догадаться, что у нас будет разный результат в зависимости от знака эпсилон. Поэтому я сразу нарисую три случая. Эпсилон равняется 0, эпсилон больше, 0, эпсилон меньше. Значит, та ось, которую я сейчас нарисовал, это ось Ро. Здесь у нее где-то 0. Понятно, что отрицательное значение Ро не имеет для нас большого смысла. Но давайте посмотрим, что будет происходить. Значит, когда... Нет, давайте лучше наоборот. Пусть здесь C будет положительное, а здесь будет отрицательное. Значит, если C положительное, что тогда у нас происходит? Что происходит при отрицательных эпсилонах? Значит, во-первых, графиком вот этой функции всегда является парабола. И если C положительное, то это парабола направлена ветвями вверх. Дальше. У этой параболы всегда есть два корня. И один из этих корней это 0. Остается, чтобы нарисовать эту параболу, остается понять, где проходит второй корень. Значит, я сейчас буду здесь рисовать везде график rost.atru. и выглядит он будет так. Значит, вот в этом случае. Вообще, можно просто сразу написать уравнение о том, что вот эта штука обнуляется и получить такую вещь. Значит, у нас эпсилон плюс C rho равняется нулю. Это значит, что rho равняется минус C, деленное на эпсилон. Давайте посмотрим, что здесь будет происходить. Эпсилон деленное на C. Да. здесь у нас будет появляться второй корень. Вот в этом случае, когда эпсилон равняется нулю, два корня совпадают, то есть у нас просто наша параболка вот такая касается горизонтали. Давайте я эти параболки нарисую. Здесь эта парабола будет выглядеть вот так. Здесь она будет касаться, будет выглядеть вот так, только нет, не так. Я сказал, что ветвями вверх и все ветвями вниз. Вот такие параболки. Здесь вот так, тут вот так и наконец здесь вот так. У нас здесь есть второй корень, но он для нас не имеет никакого смысла, он где-то здесь в отрицательной области паром. Ничего интересного тут не происходит. ну и давайте я сразу для случая c меньше нуля тоже нарисую эти картинки. Значит, я писал меньше нуля, я писал равняется нуля, я писал больше нуля. Значит, в чем будет состоять разница между левой и правой половиной? у нас точка, в которой в ноль обращается, ну, поменяется случай, видимо, я писал меньше нуля, я писал больше нуля места. Ну да, вот эта формула, которую я тут написал, она универсальна, она не зависит от знаков. Давайте я тут сюда вот вынесу, чтобы она в серединке была. Вот, и работать будет в обоих случаях. Но поскольку знак c поменялся, то осмысленное значение этого ро, теперь у нас не при отрицательных эпсилонах, а наоборот при положительных эпсилонах. Да, c отрицательная, значит, эпсилон должен быть положительным, чтобы вот эта штука была положительной. Это первое, что поменялось. И второе, что поменялось, это теперь у нас здесь парабола направлена не ветвями вверх, а ветвями вниз. Значит, получается такая штука. Если эпсилон положительный, тогда у нас есть вот такая вещь. Если эпсилон нулевой, тогда у нас вот такая картинка. И если эпсилон отрицательный, тогда вот такая картинка. Давайте я теперь еще стрелочки расставлю. Значит, у нас есть некоторая динамика по оси ро, и эта динамика характеризуется как раз знаком росточкой. Если знак положительный, то все движется вправо. Если знак отрицательный, то все движется влево. Значит, что у нас здесь будет происходить? Здесь все движется вправо. Здесь все движется вправо. А вот здесь вот тут все движется вправо, а тут все движется влево. и давайте на левой стороне то же самое сделала так только все неправильно нарисовал как нужно исправить у нас должна на правой картинке двигаться сначала влево вот теперь на левой картинке у нас как раз то как я нарисовал здесь все будет двигаться вправо чтобы двигаться вправо тут наоборот эта штука будет двигаться влево эта штука будет двигаться вправо вот теперь вроде права значит это была картинка только по оси ро на самом деле по что происходит по оси тета по углу мы помним просто происходит вращение так что теперь можно посмотреть на эти картинки и сопоставить одно с другим посмотреть что получается у нас всегда есть особая точка 0 и ну давайте смотреть например что происходит вот здесь как выглядит фазовые кривые вот такой вот картинки спирали видимо да это спирали которые что делают закручиваются против часовой стрелки закручиваются против часовой стрелки и что они значит они приближаются к нулю удаляется от нуля приближать потому что ровно ровно вот это вот направление движения порой соответствует тому что у нас радиус были с течением времени уменьшаться будет какие-то вот такие вот штуки ну в общем прямо скажем ничего нового мы тут не нарисовали ровно такая же картинка у нас была вот здесь тоже фазовые кривые приближались сначала картинка теперь смотрим на вот этот случай что здесь будет происходить собственно это же самое единственная разница состоит в том что если раньше вот эта кривая была алгоритмическая здесь происходило приближение к началу координат такой экспоненциальная то вот это кривая не будет алгоритмической спирали она будет тоже спиралью но приближаться к началу карната она будет гораздо медленнее значит если бы я попробовал бы это нарисовать то довольно скоро мне пришлось бы просто начать закрашивать все красным потому что расстояние между двумя витками этой спирали стало бы меньше чем толщина линии которые я отрисую вот но так или иначе происходит тоже какое-то приближение почему еще раз она будет так вот так почему она будет почему она будет медленно приближаться ну смотрите значит вот если посмотреть на эту картинку то тут видно что как бы у нас скорость приближения она конечно стремится к нулю но скорость как так сказать вот эта скорость она становится все меньше меньше по мере приближения к вот этой точке но это происходит уменьшение происходит линейный а здесь это уменьшение происходит квадратичный в принципе можно даже просто решить уравнение такого типа это что-то вроде опять же их с точка равняется x квадрат и видно что там убывание будет происходить но по какой-то какой-то штуки типа единицы деленное на т а эта штука бывает гораздо медленнее по сравнению с экспонентой посмотрели ну то есть вот на какое уравнение мы посмотрели чтобы сказать что ну ну вот 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 на это уравнение и вот на эти картинки начнут посмотрите вблизи нуля а вот дать посмотрим на вот это уравнение если если я писал на отрицательный тогда вблизи нуля вот это уравнение это примерно с точки примерно просто 2 ра епсилон я изменить я правильно понимаю что дело в том что из-за того что я писал был равен нулю без возмущения это была обычная окружность это как бы вот вот эта картинка является квадратичным возмущением для вот этой картинки здесь они были совсем совсем честной окружности а здесь они будут достаточно близки к этим окружности но собственно говоря ну как можно как можно это понять значит вот вот здесь у нас это уравнение вот такое примерно вблизи нуля если выкинуть квадратичные слагами но его решение это что-то вроде и е в степени минус 2 епсилон т на р 0 а то есть это что у которой экспоненциально бывает если я положу епсилон равный нулю то здесь уравнение будет просто 2c росточкой не будет такое уравнение росточка равняется 20 с просить ра квадрат вот такой бит уравнение если я теперь решу это уравнение ну чё здесь получается дарова дт равняется 20 квадрат значит дарова на ра квадрата равняется 20 дт плюс какая-то еще константа значит если я наоборот уропе реки но то это получается такая штука ра равняется минус единиц на 20 плюс цену ну вот тут видно что когда ты стремится к бесконечности значит у нас сейчас отрицательная когда ты стремится к бесконечности дробь конечно стремится к нулю но она делает это гораздо медленнее чем вот в этом случае здесь она как бы по экспоненте стремится а здесь просто по закону типа единицы зеленые на т а можно вопросик вы сказали что он квадратичный слагаемый я правильно понимаю что там кубическое все-таки вот если я смотрю вот на эту штуку то квадратичный а все понял я просто думал в исходном уравнение а в исходном до кубическое в исходном кубическое можно сейчас еще раз на секунду внизу форму спасибо это как бы экспонент убывает гораздо быстрее чем единицы вот например вот здесь для того чтобы уменьшить расстоянием для того чтобы уменьшить расстояние вдвое вам нужно будет подождать какое-то константное время всегда а здесь это время будет тоже со временем стремится к бесконечности правда я говорю ну да правда что короче говоря быстрее вот ну ладно это не самая интересная часть этой картинки а самая интересная часть этой картинки вот тут что здесь будет происходить здесь будет такая окружность и который мы будем сначала раскручиваться из нуля после которой мы будем в нее наоборот вкручиваться да у нас здесь есть окружность вот такая эта окружность соответствует тому что если мы стартуем вот здесь то мы ро у нас не меняется то есть это означает что мы просто движемся просто по частной окружности в этих координатах вот я ее здесь нарисовал собственно говоря это окружность которая называется значит ро равняется минус и псу делом на c и дальше здесь стрелочками показано чтобы происходить с траекториями вне этой окружности внутри этой окружности есть внутри этой окружности траектории будут уходить от вот этой особой точки и приближаться к окружности а снаружи они наоборот будут тоже приближаться что так-то делать как бы так сказать наматываться на нее как веревочка на катушку вот такая картинка возникает значит давайте теперь нарисуем соответствующие картинки здесь в чем будет отличие что опять же у нас везде здесь есть по особой точке крутится мы будем в ту же самую сторону что и раньше значит какие будут отличия вот здесь мы будем просто убегать от особой точки здесь мы будем тоже убегать на только уж медленно а здесь тоже возникнет окружность динамика будет немножко другой а именно внутри этой окружности траектории будут наоборот приближаться к особой точке и снаружи они будут вот так убегать вот такая штука могло быть что-то похожее в dsd и я этот пример люблю и иногда его подсовываю в разные задачки смотрите на самом деле тут произошло произошло много всяких разных вещей вычислительно все достаточно просто мы просто взяли вот посчитали перешли в полярные координаты посчитали и вроде как все все видно но содержательно здесь произошло много всякого нового во первых смотрите до сих пор когда мы обсуждали предельное положение траектория то есть когда мы спрашивали вот мы зафиксировали начальные условия смотрим что будет происходить дальше у нас было в общем не очень много разных вариантов могло бы ну что может присоединить траектория может уйти на бесконечность или траектория может приближаться к какой-то особой точке или траектория может просто быть зацикленной все время крутится но тогда во всех таких случаях у нас было вот было что-то в таком роде что-то вроде центра когда у нас есть целое семейство таких траекторий которые вот так вот крутятся то что мы видим на вот этой картинке вот здесь это некоторые новые явления она говорит что бывает такое предельное поведение траекторий которое раньше мы не видели а именно траектория сама не является периодической но при этом наматывается на какую-то периодическую траекторию это означает что у нас система обладает таким замечательным свойствам вот мы откуда бы не начали бы какое бы начальное условие не выбрали если мы не попадаем ровно вот в эту точечку то происходит система сама выходит на некоторый колебательный режим причем этот колебательный режим вообще говоря не зависит от того откуда мы начинали какое было начальное условие начали отсюда не важно просто запускаем систему она через какое-то время начинает сама собой колебаться называется автоколебание вот это первая история значит вот такая траектория к которой которая сама является замкнутой но при этом к которой могут накапливаться другие другие не замкнутые траектории вот такая траектория называется предельным циклом эта штука называется предельным циклом Цикл, потому что что-то замкнутое, предельное, потому что к нему что-то стремится. Либо в прямом времени, как на правой картинке, либо в обратном времени, как на левой картинке. Это тоже предельный цикл. Вот. Так что первая часть — это появление предельных циклов. Вторая часть — это... Смотрите, значит, мы видим, что происходит новый тип дифуркации. А именно, если посмотреть вот на эти три картинки, видно, что, например, вот эта картинка не является орбитально-топологически эквивалентной вот этой картинке. Потому что здесь нет замкнутой траектории, тут есть замкнутой траектории. И понятно, что я могу Epsilon сделать очень-очень маленьким. И отсюда перейти вот сюда и получить этот самый предельный цикл. Поэтому вот здесь, в момент времени... Не в момент времени, а при значении параметра Epsilon равную нулю происходит бифуркация. Говорят, что это бифуркация рождения цикла. Здесь не было цикла, а тут вдруг взял и появился. Эта бифуркация сопряжена с таким явлением. У нас вот эта особая точка, вот здесь она была устойчивой, вот здесь она была тоже устойчивой, а тут она становится неустойчивой. Говорят, что особая точка теряет устойчивость. Но в данном случае особая точка теряет устойчивость, но где-то вблизи этой особой точки появляется устойчивый предельный цикл. Предельный цикл, к которому все накапливается. И это один из сценариев потери устойчивости. Значит, называется... Владимир Игоревич Арнольд придумал такую... Кажется, он придумал такую терминологию. Кроме, я знаю об этом из его книжек. Значит, называется «Мягкая потеря устойчивости». Почему «Мягкая»? Ну, потому что давайте представим себе, что мы смотрим на эту систему как-то вот издалека. И при этом постепенно параметр ε меняется. Мы толком не знаем, в какой момент он перейдет через значение 0. А просто смотрим на нашу систему. Ну, что мы видим? Мы видим, что вот здесь все стремилось к особой точке. И вот там вблизи этой особой точки жило. Здесь то же самое происходит. Ну, на самом деле и здесь, по крайней мере, когда значения параметра ε маленькие, мы будем видеть что-то очень похожее. Все траектории будут стремиться к маленькому предельному циклу, который находится рядом с нашей особой точкой. Если мы смотрим достаточно издали, то, в общем, мы толком не сможем отличить вот эти два случая. И в том и другом случае происходит какое-то вращение вокруг особой точки. Ну, то ли он там приближается, то ли зациклился уже. Кто же его там разберет? И это происходит более-менее для достаточно большого количества начальных условий. Ну, более-менее любое начальное условие вот отсюда берем и видим такой сценарий. Поэтому, как бы, формально особая точка потеряла свою устойчивость вот в этот момент. С практической точки зрения, ну, в общем, почти и не потерял. Вот этот сценарий принципиально другой. Здесь тоже происходит потеря устойчивости. Значит, как оно здесь происходит? У нас, опять же, вот здесь особая точка была устойчивой, а вот здесь она уже становится неустойчивой, здесь она уже является неустойчивой. Вот эта штука называется жесткая потеря устойчивости. Почему жесткая? Ну, потому что, как будет выглядеть вот этот сценарий, когда мы будем менять значение параметра вот так, опять же, с точки зрения наблюдателя. Ну, вот мы выбираем какое-то начальное условие. Если мы здесь попали внутрь вот этого предельного цикла, который изначально, он очень большой. Значит, изначально вот эта штука, минус эпсилон, деленная на С, когда у нас... Давайте считать, что у меня изначально эпсилон очень сильно отрицательный, значит, большой по модулю и отрицательный. Тогда вот это ρ будет каким-то большим. Изначально у нас был какой-то большой предельный цикл. И мы выбирали какие-то начальные условия, и они оказывались где-то вблизи особой точки. Мы, допустим, их выбираем вблизи этой особой точки. Смотрим, что там будет происходить, допустим, численные исследования в нашу систему. И видим, что наши особые точки как постепенно как двигались к началу координа, так и двигались к началу координа. Но при уменьшении... При уменьшении... Точнее, наоборот, при увеличении эпсилона этот предельный цикл постепенно сжимается. И в какой-то момент мы просто заметим, что мы пытаемся попасть близко к особой точке. Это мы выбрали начальное условие близко к особой точке. И у нас не получается. Происходит, как бы мы увидим, что особая точка уж точно поменяла свою устойчивость. Мы, скорее всего, это даже заметим даже чуть раньше, чем она на самом деле поменяет, потому что мы будем попадать вне этого предельного цикла. Ну и уж, по крайней мере, вот к этому моменту мы заметим, что особая точка поменяла свою устойчивость. Здесь уже нет никакой возможности сомневаться, просто потому что траектория будет уходить далеко от особой точки, а не болтаться где-то там вблизи для небольшого предельного цикла. Вот. Значит, такой сценарий называется жесткая потеря устойчивости. По-английски один из этих сценариев называется субкритическая, а другой суперкритическая бифуркация дронного Хопфа. Но я не помню, какая из них какая. Значит, поэтому мне больше нравится вот такая классификация. Вот. Видно, что картинки очень похожи, но содержательные точки зрения, в принципе, разные. Вот. И на самом деле оказывается, что на плоскости, то есть если у вас параметров два, ну, более или менее, опять же, в типичном случае, более-менее ничего другого не бывает. Это либо седлоузловая бифуркация, которая происходит вот по этому сценарию, вот по такому сценарию, рождение и уничтожение пары особых точек устойчивых и неустойчивых. Либо это бифуркация дронного Хопфа, изменение устойчивости особой точки с рождением или уничтожением предельного цикла. Естественно, когда я сейчас про это говорю, я рассматриваю только поведение системы вблизи самой особой точки. То, что происходит там далеко, меня, в общем, не очень сильно интересует, и это предмет отдельной дискуссии. Значит, в целом вот такая вот наука, когда нас интересует, как бифурцируют, как меняются какие-то особые точки или вот что-то близкое к особым точкам, это называется локальной бифуркацией. И вот эта бифуркация дронного Хопфа это один из таких классических примеров локальной бифуркации. Возникают всячески во всевозможных задачках, например, ну и из самого такого, что мне встречалось, это задачки, связанные с моделированием активности, нейронов, там возникают некоторые дифференциальные уравнения, в которых возникает бифуркация дронного Хопфа, возникает периодическое движение, и эти периодические движения как раз отвечают за разную активность нейронов, такую вот регулярную, периодическую. Вот. Ну вот такая вот история про дефуркации. Сейчас можно такой вопрос? Мы здесь рассмотрели в двух случаях, в обоих случаях рождения предельного цикла. Ну, смотря как бы, смотря как это кино смотреть. Если смотреть его слева направо, то, значит, у нас будет в одном случае, в одном случае уничтожение, а в другом рождение. А, ну то есть, типа, когда мы переходим от одного этапа к другому? Ну, да. Ну, у нас нет, у нас же эпсалон, это не время, эпсалон это просто параметр, который как угодно меняется. И поэтому у него нет естественного направления течения. Поэтому одну и ту же картинку можно, как бы, один и тот же мультик можно смотреть в одну сторону, а можно смотреть в другую сторону. В одном случае это будет рождение, а в другом случае уничтожение. Так, сейчас. Ладно. Ладно, спасибо. Ну, собственно говоря, на вот этот сценарий про седлоузловую бифуркацию тоже можно думать, что можно думать, либо что у нас были две особые точки, мы поменяли параметры, они склеились, мы еще поменяли параметры, и они уничтожились. А может быть, наоборот. У нас ничего не было, мы поменяли значение параметра, из ниоткуда возникла особая точка, полуустойчивая, еще поменяли значение параметра, она распалась на устойчивую и неустойчивую. Тут как бы это вполне наше. наш произвол. А в чем тогда вообще смысл рождения, ну, вот как термина? Ни в чем, просто, ну, нужно как-то этот процесс описывать. Можно было бы говорить, что это рождение и уничтожение. Но тогда окажется, что оно происходит одновременно. Оно все-таки происходит в одну сторону рождение, а в другую уничтожение. Ладно, спасибо. Ну, на самом деле, в практических задачках у вас может возникнуть некоторое естественное направление изменения параметра. И тогда можно будет, то есть, вот вы смотрите, что у вас не было, не было определенный цикл, там бац, появился. То есть, родился определенный цикл. Вот. Так, давайте еще вопросы по этому сюжету. Ну, у меня такой вопрос. Посмотрите, мы там брали матрицу один эпсилон, эпсилон минус один, что-то такое вот. И правильно понимаю, что это связано с тем, что неустойчивый к бифуркациям только центр. Все остальные картинки, они там такие. Да. Значит, это правда. То есть, мне действительно нужно было, чтобы в линейном приближении у меня была бы особая точка одного из двух типов. Либо это должен быть центр, про который мы говорили, что он не является, что его можно испортить маленьким возмущением, не просто маленьким, а квадратичным. Ну, или там старшей размерности. Либо это должна быть выраженная особая точка. Но, то есть, это означает, что у нее должно быть хотя бы одно собственное значение, нулевое. Но случай выраженной особой точки, это, в общем, вот этот случай. Здесь как раз вот в этот момент, когда значение параметра критическое, инфуркационное, здесь как раз вот у этой точки, если бы мы думали какую-то ее линеаризацию, у нее было бы как раз нулевое собственное значение. И, в общем-то, весь этот сюжет показывает, что ничего другого и не бывает. либо вот такая штука меняется, либо вот такая. Опять же, на самом деле бывают, но это нам нужно было бы накладывать еще дополнительные условия. Вот эти вот бифуркации, вот такая и вот такая, они происходят в неком смысле естественно в инопараметрическом семействе. То есть если у вас есть один параметр, который вы можете менять, то в типичном случае вы будете видеть в своих системах локальная бифуркация, ну вот либо такие, либо такие. Но если у вас больше параметров, то вы можете конечно сделать какие-нибудь более серьезные гадости. Спасибо, а еще такой вопрос, он немножко некорректный. Посмотрите, если пытаться представить себе 3d пространство вот эту вещь, как мы рисовали вот на графике для одноверного случая, вот такие вот, вот если рисовать вот внутри графики вот такие вот, то что это будет? Я правильно понимаю, что это будет такая вот воронка, которая в них сходит, потом она так... Я не знаю, можете писать, что получится? Давайте я попробую нарисовать. Значит, вот я в качестве одной из осей я просто беру ось epsilon, а в качестве двух других осей это наши исходные координаты. Значит, здесь у нас x и y. Значит, чего происходит? Ну, давайте я буду рисовать, например, левую картинку. Так, что случилось с моим планшетом? Значит, допустим, я буду рисовать вот эту левую штуку, и наоборот правую. Давайте правую. Значит, у меня траектория будет устроена как-то так. У меня вот здесь все будет сходиться, только медленно. Значит, вот здесь слева будет тоже все сходиться. Дальше, вот здесь справа, когда epsilon, значит, вот это значение, это epsilon равняется нулю, а здесь справа, когда epsilon больше нуля, у нас возникнет, ну, на самом деле возникнет такой пробалоид. Давайте я как-нибудь его здесь вот так вот нарисую. И у него, типа, будет дно выгнато в другую сторону? Ну, вот он, вот он, вот такой вот пробалоид. Это пробалоид вращения, вот такой. Пробалоид положенный на бок. Вот эти вот все штуки, это, на самом деле, замкнутые траектории. Вот такая вот у нас будет картинка. И траектории здесь будут, соответственно, вот так вот наматываться. То есть, каждая траектория, она остается в своей плоскости, поскольку epsilon не меняется. Но крутится, крутится будет вот как-то вот, как-то вот так вот, значит, будет проходить. Так не будет наматываться. И вот здесь она будет вот так сматываться. Какая-то такая штука. То есть, здесь возникает такой, как говорят, инвариантный, в данном случае, пробалоид. Вот это вот вся вот эта вот штука. Это такой инвариантный пробалоид, который, если вы на нем стартуете, то вы на нем же и живете до бесконечности. И к этому инвариантному пробалоиду снаружи и изнутри все накапливается. Вот картинка примерно такая. Вот. А дальше вы можете сделать что-нибудь интересное с этой картинкой. Например, сказать, что давайте у нас теперь epsilon будет нефиксированным параметром, а давайте сделаем так, что epsilon — это еще одна фазовая переменная. И наложим на эту фазовую переменную какое-нибудь условие, типа что epsilon с точкой равняется минус альфа, где альфа — это какое-нибудь маленькое число. Тогда у нас возникнут такие траектории, которые будут как-то так себе вести. Они будут близки к исходным траекториям, потому что epsilon меняется медленно. Но будет какая-то вот такая вот штука. Значит, вот у вас будет, вот так вот будет крутиться, она постепенно смещаться, например, влево, если... Давайте считать, что альфа меньше нуля. Вот так она будет смещаться влево, влево, влево. Здесь крутится-крутится, крутится-крутится, смещаться-смещаться. А потом вот он досюда как-то вот докрутится. А потом вот здесь он еще какое-то время будет вблизи, значит, вот этой штуки. А потом... Сейчас, значит, это было... Что у нас здесь будет? А, здесь эта штука будет устойчивая. Да, так что это даже не очень интересно, потому что она будет просто вот так вот она будет крутиться. Интереснее в обратную сторону смотреть. там будет происходить явление, которое называется «затягиванием потери устойчивости», когда… Да, но это нужно в обратную сторону смотреть. В общем, короче говоря, возникает вот такая вот довольно забавная наука, которая называется быстромедленными системами. Давайте еще вопросы. Ну, если нет вопросов, можно я все-таки еще один знаю? Я вообще немножко не это имел в виду. Мы для двумерного случая рисовали в осях X с точкой. Вот. Здесь нам понадобится, видимо, четыре оси, но все-таки если там пытаться рисовать в осях X, Y и четвертую ось, скажем, не знаю, что-нибудь типа RO с точкой. Сейчас, вы хотите что, вы хотите аналогично вот таким картинкам? Не-не-не, можно выше там, где-то. Вот, аналогично вот таким. Вот таким? Да-да-да. А, сейчас. Ну, значит, здесь у нас было… То есть здесь нас интересует как бы глобальное поведение. Здесь нас интересует то, что вообще происходит с системой. Здесь это глобальное поведение можно описать. В двумерном случае описать глобальное поведение становится совсем сложно, потому что там может происходить все что угодно. Там могут появляться несколько особых точек, которые как-то друг с другом как-то будут взаимодействовать, у них будут какие-нибудь разные сепаратрицы, сепаратрицы как-нибудь друг на друга наматываться, и там возникает какая-то гораздо более сложная наука, там всякие глобальные бифуркации, и, в общем, это отдельная история. Тут, к сожалению, нельзя показать такую простую картинку. Ну, просто ее не существует. Просто ситуация сложнее, чем кажется. А, ну ладно, спасибо. Вот. Давайте я напоследок скажу две вещи. Первая вещь такая. Все, что мы проходили до сих пор, было в размерности два. Ну, в основном. То есть мы рисовали картинки для размерности больше двух, но более или менее никаких эффектов, которые могут возникнуть в таких размерностях, мы не обсуждали. В размерности два предельное поведение траекторий может быть, грубо говоря, двумя. Это либо особая точка, значит, стремление к особой точке, ну, возможно, там с каким-нибудь убеганием, но все равно последующее возвращение к особой точке. Значит, особые точки или предельные циклы. Грубо говоря, ничего другого не бывает. Это означает, что если вы смотрите на поведение системы достаточно долго, ну, в общем, скорее всего, вы увидите что-то вот такое вот более-менее понятное и регулярное. В размерности три может происходить все, что угодно. А именно в размерности три происходит то, что называется динамическим хаосом. Это такая ситуация, когда поведение системы, несмотря на то, что оно полностью детерминированно, очень сильно зависит от начального условия. И если вы ждете достаточно долго, то поведение системы может быть совершенно, фактически непредсказуемым. Просто потому, что вы знаете начальное условие с какой-то конечной точностью. Пример. Значит, я приведу два примера. Сейчас просто напишу название, и если интересно, посмотрите. Потом ссылочки какие-нибудь пришлю. Значит, это два примера. Это двойной маятник. Можете просто загуглить, посмотреть ролики на YouTube. Double Pendulum. Это очень простая механическая конструкция. Представьте себе маятник, который мы обсуждали. Но только к нему еще привязан еще один маятник. Оказывается, что динамика вот такой сравнительно простой механической системы очень сложная. Второй пример — это аттрактор Лоренца. Это такая тоже классическая картинка. Он выглядит как-то так. Значит, это там два таких, как бы два таких лепесточка. И траектория может крутиться вокруг одного из них, потом перескочить на другой, покрутиться здесь, потом вернуться сюда, покрутиться здесь и так далее. В двумерном пространстве это невозможно, потому что, видите, у меня сейчас пришлось пересечь траекторию саму с собой. Это просто потому, что я двумерную картинку рисовал. В трехмерном пространстве такое возможно. И поведение такой траектории очень трудно предсказывать, потому что она может покрутиться здесь, потом покрутиться там, потом сделать сколько-то оборотов снова здесь и так далее. Перескакивает. В некотором смысле почти непредсказуемо. Вот. Это первый комментарий. А второй комментарий такой. Давайте. Я сейчас, кстати, потом, может быть, покажу вам этот самый двойной маятник. Довольно легко находится. Но прежде я сформулирую второй комментарий. Значит, давайте посмотрим на предельные циклы для каких-нибудь простых систем. Давайте возьмем простенькую систему, просто полиномиальную. Значит, x с точкой равняется p nt от x y, y с точкой равняется q nt от x y. Значит, p nt и q nt – многочлены степени не выше n. Давайте я скажу, что h от n – это максимальное число предельных циклов, имеющихся в такой системе. Ну, которая может оказываться в системе. Вот в такой системе. Ну, давайте посмотрим, что вы знаете про h от единицы. Ну, это линейная система, вроде как, поэтому… Да, h от единицы равняется нулю. Как вы думаете, что можно сказать про h от двойки? 1, наверное. Нет? По 0. Может, там все-таки кубическое добавляли? Ну, мы там добавляли кубическое, да. Да. Но на самом деле можно было бы квадратично. Я могу сказать, что про h от двойки в некотором смысле неизвестно ничего. Неизвестно даже, существует оно или нет. Это открытая проблема. А типа можно ли туда циклы запихнуть? Да. Нет, известно, что можно запихнуть циклы. Известно, что h от двойки как минимум 4. То есть можно запихнуть 4 цикла. Можно? Можно вопрос? Вот мы сказали сначала h от единицы равно нулю. У нас многочлен степени 1, да? Да, это просто линейная функция. А мы сейчас разве не рассмотрели случай линейной функции? Когда у нас появляется цикл? Нет, но циклы у нас появлялись уже в нелинейном уравнении, когда в правой части был вот этот вот самый добавочек. Ага. А, а-а-а. То есть мы рассматриваем не инфекцию, а просто возможность цикла? Да, да-да-да. Сейчас мы рассматриваем просто саму систему. Саму систему. Вот здесь вот эта вот система, она является многочленом в степени 3. Ну вот оказывается, что в многочленах в степени 2 тоже можно построить предельный цикл. Более того, можно построить 4 предельных цикла. Про больше никто не умеет. Доказывать, что есть какое-то число, которое в принципе ограничивает количество предельных циклов, никто не умеет. Можно в качестве ДУДЗ дать. Да, да, всегда, всегда есть такое желание. Вот, ну в общем, если докажете, сильно прославитесь. Вот, ну давайте я покажу картинку с двойным маятником. Сейчас что-нибудь. Значит, мне нужно... Другой, там, другом. Вот, вот эта штука. Так. Так. Вот, включилась. Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот, видно, как эта штука выглядит. Видно, что одиночный маятник просто колеблется, а двойной маятник делает какие-то очень странные движения. На самом деле, движения хаотические. Это, к сожалению, совсем не вошло в этот курс, но как бы не все, можно включить. Вот, ну все на сегодня. Есть ли какие-нибудь вопросы? Окей. Ну все, тогда спасибо. На семинаре будет немножко другая тема. До свидания. Спасибо за курс. Спасибо, до свидания. До свидания. Спасибо. 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 Продолжение следует...